Памятник 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 Этот спектакль посвящается великому советскому народу, который вынес на своих плечах всю тяжесть войны, выстоял и победил. Память погибших в Великой Отечественной войне прошу почтить ему и молчать. Великой Отечественной войне Память погибших в 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 Великой Отечественной Память погибших в Великой Отечественной войне 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 С длинными глазами речек в осень Под балношной прической колосистого цвета На таком ветру, что слово назад приносит И снова глаза морозит без шапок И шапку понес сумасшедший простор в свист, сгул Когда степь под ногами накреняется на бок И вцепляешься в степли, а небо внизу под ногами И ты немного боишься упасть Нет Вот Россия тот нищ, кто в России нет Сейчас мы готовимся к поэтическому вечеру И, понятное дело, очень волнуемся Сейчас ведь как критикуют Ну, например, такая строчка Одинокая охотничья избушка Спрашивает, а где коллектив? Или, например, другая строчка Волны неспокойного иртыша Спрашивает, а почему это у вас иртыш неспокоен При советской церкви? Но против наших ожиданий вечер прошел очень хорошо В зале было 800 человек Некоторые простояли в проходах Читал поэт Павел Коган Косым стремительным углом и ветром режущим глаза Переломившей светлой на землю падала Гроза и громом возвести в весну Она звенела на траве С размаху вышивая дверь Стремительность и в крутизну И вниз к обрыву под уклон К воде, к беседке из надежд Где столько вымокла одежд Надежд и песен утекло Далеко может быть рая Где девушка живет моя Но сосен мирные ряды Высокой силой раскачав Вдруг задохнулась И кусты упала выводка мгалчат И люди вышли из квартир И устала высохла трава И снова тишь И снова мир Как равнодушие Как овал Я с детства не любил овал Я с детства угол рисовал Один гладенький благополучный критик Утверждал Такие поэты, как Павел Боган Войдут в литературу только через мой труп Такие поэты, как правило Когда мы войдем в литературу Мы войдем в нее Вас в ней не будут Здесь в наших днях такая Ночность Что мальчики иных веков Наверное будут плакать ночью О времени большевиков И будут жаловаться милым Что они родились в те года Когда свинила и днилась На берег рухнувши вода Они нас выдумают снова Касая сажень твердый шаг И бедную найдут основу Но не сумеют так дышать Как мы дышали Как дружили Как жили мы Как в попыхах Плохие песни мы сложили О поразительных делах Они нас выдумают Они нас выдумают мудрых Но мы им строги и прямы Они прикрасят и припудрят И все-таки пробьемся Война 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 Которую мы ждали И знали Что она придет Война Мы все отправились В истребительный батальон И о каком поэтическом творчестве Конечно не может быть и речи Ибо мы зверски устаем От ночных нарядов Но я уж как-то тянулся И не устаю И настроение бодрое А пилотку надо носить Немного на бок Вот так Два пальца Звездочка посередине И это мне нравится Потому что придает Бодрый вид Я раньше думал Лейте нам Звучит вот так Налейте нам И зная топографию Он топает по гравию Война совсем не фейерверк А очень трудная работа Когда черна от фото Вверх ползет По пахоте пехота Марш! И глина в чапку С чем топоте до мозга Гостей промерзших ног Наворачивается на чоботы Весом хлеба Месячный паек На бойца И пуговицы вроде Чешуи тяжелых орденов Не до ордена Была бы родина Ежедневными орденов Ваш лейтенант Михаил Бонзинович Курчицкий Был убит в вездах Не до ордена Была бы родина С ежедневными орденов С ежедневными орденов Не замечаю, когда кончается детство, Не грустно, когда кончается юг, Тоскливо, когда наступает старт, Жутко, когда ждает смерть. Не было жутко, когда кончилось детство, Не тоскливо, что кончается юг, Неужели я грустно, с вечера старт, И не дали честно, и не дали честно. Я с детства не любил овал, Я с детства угол высовал. Когда зимний вечер уснет тихим сном, За сульками ветер свинит за окном, Луна потихоньку из снега встает, И желтым цепленком по небу плывет. А в окна струится сиреневый свет, На землю ложится серебряный свет, И словно снежинки в ночной тишине Хорошие сыны прилетают ко мне. Ну что ж вы хотите, хорошие сыны, Вы мне расскажите о тропах лесных, Где все словно в сказке, Где сказка сова, Красавица русская бродит зима. Сын поэта Эдуарда Багрицкого, Всеволод, родился в 1922 году. 12 лет он потерял отца, Когда ему было 15, Арестовали его мать. Перед нами книга, Не забудьте, Он не думал об ее издании, Она написана незадолго во сне. Багрицкий, Всеволод, Политуправление РКК, Заявление. Прошу Политуправление РКК Направить меня во фронтовую печать. 6 декабря 1941 года. Багрицкий. Дорогая моя любимая мамочка, Я же в дороге много работаю, Пешу. Дороги в Казань пометены снегом, Прошли уже 145 километров с пешком. В Казань встретил Новый год, Через 3 дня уже был в Москве, Получил назначение в армейскую печать, И сейчас еду на фронт. Как приеду на место, Сообщу свой новый адрес. Кончится война, И мы заживем с тобой счастливее, чем раньше. Милая моя, дорогая моя мамочка, Я тебя никогда не оставлю и не забуду. Нам не жить как рабам, Мы родились в России, И в этом наша судьба, Непокорность и силы. Вам очень хочется победить немцы. Наконец, После 10-генов скитаний по деткушкам И санитарным поездам, Пожелся за своей редакцией. Встретили меня приветливо, Накормили обедом, Даже спросили, как я себя чувствую. И поселились с очень хорошими людьми. На другой день пошел бродить по деревне. Весь противоположный берег усеян трупами, Из-под снега видны серые солдатские шинели. Не чувство страха охватывает При виде этого зрелища, А чувство глубокого, Бесконечного одиночества. Недалеко от биндажа, Куда я зашел, Лежал труп убитого немецкого офицера. Очевидно, пуля попала в спину, Лицо его было обращено к небу. Одет он для смешного легко, В сравнении с нашими морозами. Куртка, темно-синие брюки, ботинки и все. Увидев эту фигуру, Я в первую очередь подумал, Боже мой, Как ему было холодно, И только потом, Думаю, что отправлюсь туда в ближайшие дни. Дорогая мамочка, Люб холодных землянках, Мёрзных грузовиках, Скорбусина. На днях, Уходим в тыл к немцам. Только вчера, В землянке командира полка Слушал радио. Какое огромное наслаждение Создает человеческий язык. Ты знаешь, Вспомнил товарища по школе, Девушек, Мою комнату с телефоном под кроватью. Где теперь все? На смену пришли разрушенные города, Желтые лица бойцов, Бомбы, мины. Узнаешь, мам, Я теперь стал совсем другой человек. Я в голове и понял, И если я буду жив, Меня не узнают. Когда встретимся, Многое тверское. Я живу назойливо и упрямо, Я хочу ровесников пережить, Мне бы только снова Встретиться с мамой, О судьбе моей поговорить. Нет ответа на телеграммы, Я в чужих заплутался в краях, Где ты, мама? Тихая мама, Добрая мама моя. С самого, словно маленький карлик, задыхался, мычал и укачивал. Мы с тобой этот вечер украли у голодных степей азиатчины. Давно ничего не записывали. Не было времени. Переезды, командировки, бессонница. Работы много. Уже два раза попадал фортильный минометный и артиллерийский обстрел. Чертовский противник. Я посылаю тебе мою последнюю фотографию. Будь тверда и непоколебима, как бы тебе ни было трудно, Знай, родная моя, что мы с тобой встретимся, Целую тебя крепко, твой селок. Но что это холод на землю упал, И небо погасло, как синий кристалл, То желтое теплёно, что в небе гулял, Все белые звёзды, как зёрна, склевал. То желтое теплёно, что в небе гулял, Все белые звёзды, как зёрна, склевал. С волоками о бомбе пробил полевую сумку, Тетрадь с надписью стихи, письмо матери попал в позвоночник. Смерть была мгновенна. Его похоронили на перекрёстке двух дорог У раскинувшей ветви сосны, На которую скульптор вырезал траурную надпись И строки стихов Марины Цветаевой, Которые всел он часто читал. Я вечности не приемлю, Зачем меня погребли? Мне так не хотелось в землю С любимой моей земли. На что это холод, на землю упал, И небо погасло, как синий кристалл, То желтое теплёно, что в небе гулял, Все белые звёзды, как зёрна, склевал. Перебирая наши даты, Я обращаюсь к тем ребятам, Что в сорок первом шли в солдаты И в гуманисты в сорок пятом. А гуманизм не просто теряй, К тому же говорят абстракт. Я обращаюсь вновь к потерям, Они трудны и невозвражны. Я вспоминаю Павла, Мишу, Илью, Барису, Николая, Я сам теперь от них завишу, Кого порою не желаю. Они шумели буйным лесом, В них были вера и доверие, А их повыбило железо, И леса нет, одни деревья. И вроде день у нас погожий, И вроде ветер тянет к лету, Аукаемся мы с Серёжей, Но леса нет, И ехать нет. А я всё слышу, 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 Их голоса припоминали. Я говорю про Павла, Мишу, Илью, Барисе Николаеву. Но не ж только боль, И там только боль, Стоит трубач, Бедяшка и зайчика, Вот там в роли, Кого хоронят, Да просто так, Хоронят мальчика. Вот там в роли, Кого хоронят, Да просто так, Хоронят мальчика. Одни верны России потому-то, Другие же верны и от того-то, А он не думал, Как и почему-то. Она его падённая работа, Она его хорошая минута, Она была отечеством ему. Его кормили, Но кормили плохо, Его хвалили, Но хвалили тихо, Ему давали славу, Но едва, Но с первого мальчишеского вздох, До смертного, Думанного крика, Поэт искал не славу, А слова. Слова, слова, Он знал одну награду, Чтобы словами своего народа Великое и новое назвать. Есть кони для войны И для парада, В литературе тоже есть породы, Поэтому, я думаю, Не надо об этой смерти Слишком горевать. Оркестры к бою, В литературе к бою, Сегодня музыка оплачена, Волням спокоен, Лежит спокойно, Ему оркестр взяли складчину, Волням спокоен, Лежит спокойно, Ему оркестр взяли складчину, Оркестры к бою, В литературе к бою, Но не туда мотив, Не ковкая, Идёт наш парик, Идёт не в парик, И свечи пешком, я скотом, говорю, Идёт наш парень, идёт не парень, И свечи пешком, я скотом, говорю, Всё началось в зоопарке. Совершенно случайно маленький ребёнок падает в клетку к белым медведям. Паника, все растеряны, не знают, что делать. Но внезапно в клетку, вернее, в огороженной решёткой рот, Где живут белые медведи, прыгает молодой человек. Он спасает ребёнка. В поднявшуюся суматохе спаситель. Вид у него совсем не героический. Очки и вообще вахлак вахлаком. Хочет улизнуть на велосипеде. Но его замечает одна девушка. Слово за слово, и они у девушки дома. Парень дита застенчат. Выпив чего-то спиртного, становится смелее. Но тут в комнату валивается весёлая толпа молодёжи, которая кричит. Где спаситель? Где спаситель? Где спаситель? Расскажите о своём героевском поступке. А парень не знает, что ему рассказывать. И вообще скис. Тогда они завязывают ему глаза, раскручивают, и начинается что-то вроде жмура. Парень тычется среди них, тычется не знает, что делать. И вдруг остановился, поднял руки кверху, застыл, пауза, все растеряны. И вдруг он начинает говорить. Вот так же были подняты вверх руки, такой же вокруг был шум, крик, только в спину мне был направлен автомат. Но его уже никто и не слушает. Господи, опять о войне? Ну сколько можно о войне? Хватит воспоминаний. Молодёжь хочет веселить. И! Я в сердце с ней кричу и огонь, На болельных смолаках слеза. И поёт мне в землянке гармон Про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали пусты. Я на снежных полях Я хочу, чтобы слышала ты, Как оскует мой голос живу. Неужели действительно забылось это время? А для кого тогда мы пишем стихи, Играем спектакль для себя? А может вообще молодёжи больше свойственно думать О будущем, чем о прошлом? Для меня и моего поколения Война была самым главным в жизни. И сейчас далеко, далеко Между нами снега и снега А тебя мне найти невегко А до смерти четыре шага Я убит под Оржевом, в безымянном болоте, В пятой роте на левом, при жестоком налёте. Я не слышал разрыва и не видел той вспышки, Точно в пропасть с обрыва и ни дна, ни покрышки. Нам свои боевые не носить армина. Вам всё это живые, нам от рада одна, Что недаром боролись мы за Родину Мать. Пусть не слышен наш голос, вы должны его знать. Всё на вас перечислено, но всегда не на срок. И живым не в упрёк этот голос наш мысленно. Довещаю в той жизни вам счастливыми быть И любимой отчизне с честью дальше служить. Даревать горделиво, не пламясь головой, Ликовать нехвастливо в час победы самой И беречь её свято. Братья, счастье своё, память воина-брата, Что погиб за неё. И сейчас далеко, далеко Между нами снега и снега До тебя мне найти нелегко А до смерти четыре шага Войгарнули ко вьюги на зло Заплутавшее счастье зови Мне холодная земляка тепло От твоей негаси Ордена теперь никто не носит Планки носят только чудаки И они, наверное, скоро бросят Сберегая пиджаки Впрочем, это было так давно Что как будто не было и выдумано Может быть, увидено в кино Может быть, в романе вычитано Нет, у нас жестокая свобода Помнить все страдания до дна А война была четыре года Долгая была война Сберегая пиджаки С первых дней войны мы, писатели, были в строю Напомню о них Гайдар, Жимов, Хацелин, Лапин, Петров Ставский, Симонов, Сурков Хобеев, Тихонов, Лидин, Гаврилович И многие-многие другие Сразу же уехали на фронт Все мы много хлебнули горя Жди меня, и я вернусь Только очень жди Жди, когда наводят грусть Желтые дожди Жди, когда снега бедут Жди, когда жара Жди, когда других не ждут Позабыв вчера Жди, когда из дальних мест Писем не придет Жди, когда уж надоест Всем, кто вместе ждет Пусть поверят сын и мать В то, что нет меня Пусть друзья устанут ждать Вся на ту огня Выпьют горькое вино Напомин души Жди, и с ними заодно Выпить не спеши Жди меня, и я вернусь Всем смертям назло Кто не ждал меня Тот пусть скажет повезло Не понять неждавшим им Как среди огня Ожиданием своим Ты спасла меня Хисматулин Моя Хисматулин Алешкин Туда я Бурштейн А что? Я Бурштейн? Ну надо же Ополчение Ставило рядом людей Радных биографий Мы шагали день и ночь По полям и лесам Все больше по лесам Смоленщины Садим на страже Всегда-всегда А если скал Решет Страна труда Ты целым точный Врага в упор Дальне-восточная Даешь опор Красно-знаменная Смелее бой Смелее бой Смелее бой Смелее бой Ну надо же Мы были горды проводами Вся прессия была на улице С бочками С ведрами С кружками И все благословляли нас Путь кружкой холодной воды Мы непривычны были к походам Ружья получили Без ремней Девушки с пресси Приходили с большими мотками Письмы И ружья подвешенные Через плечо на теселочке Становились легче Налево привал В лесу на поляне Нам выдали Обмундирование Это была торжественная минута Тесматуллин Моя Тесматуллин Лёхин Ну да я Бурштейн Я Бурштейн Ну надо же Теперь были все одеты Одинаково Как дети В одной большой семье Стоим на страже Всегда-всегда А если скал же Страна труда Прицелом точным Врага упор Дальнее восточное Даешь отбор Красно-знаменная Смелее бой Смелее бой Ну надо же Первым слева Шагал татарин Хисматуллин Грузчик из упаковочной артерии Это был Перерожденный солдат В сумке У него не было Ничего лишнего Он не снимал ее с плеч Ноги уступали Твердо Врастая в землю Налево привал Иван Хисматуллин Через минуту После остановки Крепко спал Мы шли 50 минут 10 минут Из них отдыхали 9 минут Из них Спал Хисматуллин Пойдем На дорогу Когда концы конца Наступит конца Этому переходу А А Ты чего пугаешься Рядом с Хисматуллиным Шел писатель Семен Бурштейн Маленький Старенький человек С посидевшими волосами Тонкой жалкой шейкой Послеповатый Он щурился А ноги Будто не касались Земли Иногда он Вставал Взволнованный Нагонял Нагонял Алешкин Хисматуллин Алешкин Алешкин Кто-то я И так счастлив был Когда находил Своё взвод Своё отделение Будто спасал Страшной опасности От вечного одиночества Разве я иду Я лечу Я ведь совсем ничего не вижу Как вы думаете Удобно будет Если я буду держать Лазинка Вы знаете Я ведь никогда не ходил Последний мой переход На большую дистанцию Я сделал Бой до кончания Гимназии Я прошёл Со мной Один Слушай Дай мне Твой винтов И я понесу А то Ты уже совсем Напополам Сломалась Но винтовку Бурштейн не мог отдать Это был для него Святой символ Он шёл на указ Как слепой Скручившись Выбрався вперёд коленки Каждую минуту Готовый Провалиться в яму Наскочить на ствол И при этом Он был жизнерадостен И боже Ему придавала Сила мысли Что и он В колонии Идущий На защиту Всего дорогого И он пока не отстал А на Хисматуллина Он смотрел Взглядом Полным благодарности Ведь он Потому не отстал Что рядом с ним Шёл этот силач И можно было держать его За рукав Но потом Хисматуллин Стал засыпать На ходу Хисматуллин Хисматуллин Перестань спать Несколько минут Хисматуллин Шёл прямо Твёрдо вступая По земле Но он уже вышел Из шеренги И бредёт Куда-то в сторону Закрытыми глазами Хисматуллин Хисматуллин Умоляю вас Перестаньте дремать Держите меня за руку Прежде маленький Чедушный писатель Держался за руку Силача Теперь этот силач Держался за руку Своего соседа Над которым Невластен был сон Ставим на страже Всегда-всегда А если скажет Страна труда Ты стала точной В рога в упор Дальше восточная Дальше восточная Красно-знамённая Смерть, боль Смерть, боль Окружение Наверное бросило их В разные стороны Как разметало Всех остальных Я стараюсь представить себе Бурштейна Хисматуллина Во всех тех положениях В которых был я сам Хисматуллин выдержит И купание в ледяной угре И голод И скитание в лесах Я уверен Он жив Он на воле Но Бурштейн Я стараюсь не думать об этом Я стараюсь уверить себя Что нашелся какой-нибудь другой Хисматуллин Который бережно взял его за руку И провел по всем закоулкам Смоленских лесов Я стараюсь видеть Только одну маленькую деталь Руку Доверчивую руку Которая тянет в темноте Крупову соседа По походной колонке И уроки Принеса луточки Которая тянет В рамку Повезает луточки Таневостая Нарежка В ледяр Таневостая Красно-знаменная Смелей в год Смелей в год Решки, вот а я, но ничего-ничего, может, выдержит. Дорога лица Сергеевна, сообщаю вам тяжелую вещь, ваш муж в геройский погиб, в бою с фашистской задачей, чем он был поговорим? Писателем, жившим в мире фантазии красивой сказки. И вот этот интеллигент пошел на фронт и выдержал в рядах дивизии народного ополчения такое, о чем сейчас даже трудно читать. Он многое любил, многое ненавидел, и потому умер как боец. Стоим на страже, всегда-всегда, А если скажем, страна труда, Прицел он точный врагов убор, Да не восточная, да и шагов, Разно-знаменная, смелее бой, смелее бой. По Смоленской дороге снега, 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 По Смоленской дороге столовы, 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 Над дорогой Смоленскою, как твои глаза, Две холодных звезды голубых моей снибы. По Смоленской дороге леса, 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 По Смоленской дороге столовы, столовы гудят, Над дорогой Смоленскою, как твои глаза Две вечерних звезды голубых, глядя, глядя По Смоленской дороге метель и метель в лицо Всю нас издом гонят дела, дела, дела Может, будь понадёжнее рук твоих кольцов Покороче б, наверное, дорога мне легла Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины Как шли бесконечные злые дожди Как рынки несли нам усталые женщины Прижав, как детей, отгощая их трудить Как слёзы свои вытирали украдкою И вслед нам шептали «Господь вас спаси!» И снова себя называли солдатками Как старе повелось на Великой Руси По Смоленской дороге метель и метель в лицо Всю нас издом гонят дела, дела, дела Может, будь понадёжнее рук твоих кольцов Покороче б, наверное, дорога мне легла Великие нам кажутся великие Потому что мы сами стоим на коленях Поднимемся Человеку нужен идеал, но человеческий Соответствующий природе, а не сверхъестественным Диктаторы любят, когда о них говорят, как и диктаторы Они могут помириться с тем, что их показывают кровавыми, жестокими, бесчеловечными Порой это им даже нравится Люди всегда представляли себе диктаторов трагичными Чаплин показал, что они, к тому же, смешны Человечество накапливает опыт не так-то быстро Но люди уже кое-чему научились Способных распознать повадки диктаторов Становится всё больше И искусство сатиры внесло свою посильную таль Во время съёмок диктатора я начал получать угрожающие письма Когда фильм был закончен, солистик резко-возрослый Там мне грозили, что в кинотеатре, где покажут фильм Будут кидать бомбы с удушливыми газами и стрелять в экран Сначала я хотел обратиться в полицию А потом подумал, что это может отпугнуть зрителя То есть друзей бы советовал обратиться к представителю союза портовых грузчиков Так хорошо было бы пригласить на премьеру человек 20-30 ваших грузчиков И рассадить их в разных местах зала Чтобы они могли вежливенько утихомирить фашистских молодчиков Если те вздумают буять Он рассмеял Не думаю, Чарли, чтобы дело нашло до этого У вас и среди публики найдётся немало защитников Которые сумеют справиться с хулиганином Вы так думаете? Комитет помощи России в войне в Сан-Франциско попросил его выступить На митинг был назначен на следующий день Я тотчас сел в поезд и прибыл в Сан-Франциско в 8 часов утра Вот я прибываю Салм, помещавший 10 тысяч зрителей, был переполнен Расследователь американский адмирал и генерал в главе с мэром города Речи были весьма сдержанными и уклончивыми Мэр в частности сказал Мы должны считаться с тем фактом, что русские наши союзники Наши союзники не больше, чем случайные знакомые Вот какое отношение к русским почувствовал я в тот вечер Президент комитета просил вас, возможно, говорить не менее часа Я торопел, моего красноречия хватало не более, чем на 4 минуты Но нас лучше с глупой пустой болтовни Я возмутился! Он вышел в смокинге и с чёрным галстуком раздались аплодисменты Это позволило мне как-то собраться с мыслями Выждав пока шуму тихо, он произнёс только одно слово Товарищи! И зал раздразился хохотом Пока смех прекратился, он повторил Именно так я и хотел сказать, товарищи Снова смех и аплодисменты, он продолжал Я надеюсь, что в этом зале сегодня присутствует много русских И зная, как сражаются и умирают ваши соотечественники Я считаю за высокую честь для себя назвать вас товарищей Слазоваться, многие встали Я не коммунист, но я человек Я знаю, что чувствует человек Коммунисты ничем не отличаются от других людей Когда они теряют руку или ногу Им больно, как и нам, они страдают, как и мы И умирают, как и мы Мать коммуниста такая же мать, как и другие матери Когда она получает трагическое известие о том, что её сын не вернётся Она рыдает, как рыдают другие матери Не нужно быть коммунистом, чтобы это понять Нужно быть человеком Сейчас, в данный момент, русские матери рыдают, а их сыновья умирают Он говорит 40 минут, каждую секунду не знаешь, что будет говорить дальше Я слышал, что у союзников на севере Ирландии томятся без дела 2 миллиона солдат Во время как русские одни противостоят двумстам дивизиям нацистов Сзади наступила напряжённая тишина А ведь русские наши союзники, они сражаются не только за свою страну, но и за наш Давайте немедленно откроем второй фронт Поднялся дикий шум, продолжавшийся минут семь Он высказал слух то, чего хотели, о чём думали сами слушатели Да, не кричали, не давали мне говорить и бросали в воздух шляп Когда публика успокоилась, он сказал Если я вас правильно понял, каждый из вас не откажется послать сегодня телеграмму президента Будем надеяться, что завтра он получит 10 тысяч телеграмм с требованием об открытии второго фронта Демократия восторжествует или погибнет на полях сражения в России Мы не можем позволить себе потерять Россию Потому что там проходит последняя линия защиты демократии Когда рушится наш мир Наша жизнь Наша цивилизация Мы обязаны пойти на риск Если мы будем бдительны и сохраним мужество, нам нечего бояться На этом митинге между Чарли и его слушателями царила полная гармония Писала Дэлли Уоркер Человеку, помнящему фильм «Диктатор» Сегодня просто невозможно смотреть документальные кадры с Гитлером Хочется завопить на весь зал Черт возьми, где у людей были глаза и уши? Как они могли всерьез распреднимать этот балаган? ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В одной из домов заплакал ребенок распруженный голосом Гитлера громким противом ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Говорит, откривляясь, подпрыгивая, подсыпаясь, навколе страцами, крикливая несмязные слова, как штаба В далекие времена он побегался невинным делом, живописью, таланту Гитлера не оказалось ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 пищу, напитки. В Венеции на банкете с Муссолини я сделал только одну порцию яичной каши. Он убедил молодых немцев, отрезанных от мира, лишенныхся человеческой культурой, что владеть землей, толстая Германия. Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак. Абор! 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 Это с трудной комедиант Самоту Рейзу Верт. На выставке лево-немецкой живоптии в 1937 году Рейзхалтер Германии со старушечной рпал, кромзал и резал картины, которые пришлись ему не по вкусу. В 1858 году император Франции Наполеон III ударил хлыстом по картине Курбет купальщицей. Правильно я хотел. Чем грозили империи пейзажи и импрессионисты? Жизнелюбие. Талмудисты вообще не любят, когда им напоминают о жизни с ее радостями и печалями. Кроме того, высокая профессиональность раздражает неумно. Если мы справедливо гордимся прусскими коровами, которые во многих отношениях выше скандинавских коров, то никто из нас не станет гордиться Марсом, гене или ублюдком Эйнштейном. Забудьте слова гуманизма, право культура. Это для вас пустые понятия. Величайшим благом для вас будет ознакомление с трудами моего друга, доктора Гёббенса. Когда я слышу слово культура, я хватаюсь за Ребульбер. Неудалимая темная злоба испепеляет сердце фашизма. Это злоба мелких невежественных взвесившихся мещан, возмущенных сложностью культуры, смелостью мысли, прогрессом. Это злоба неудачников, провинциальных цезарей, захолустных наполеонов, жадующих войти в историю. Ведь у нас все еще имеются староводные люди, ни на что не прикопные. Они путаются у нас в ногах, как кошки. Мы отберем их детей. Мы не позволим стать им на старый путь мышления. Я освобожаю вас от унизительной химеры, называемой совестью. Совесть, как обрезание калечит человека. Мы вырастим молодежь, перед которой содрогнется весь мир. Молодежь резкую, дремудли жестокую. Я хочу, чтобы она выходила на молодых львят. Женщины любят только жестокую. Солдат всегда коров, солдат на все готов. Мы как из ковров, мы выпиваем из дорог. И не наставь на лица, и не сменить ноги. Сияют наши лица, зверкаются фами. Мы, конечно, в родине, на ветрах в ветру, идут на Украине солдаты группы центров. А первый, второй, расщитайся, первый, второй. А первый шаг вперед, и в рай, первый, второй. А каждый второй, тоже герой. В рай попадет, в лес за тобой, первый, второй, первый, второй. Как мог этот высоко одаренный народ обогатит нечеловеческий разум с долькими открытиями? Страна высокой техники, страна Гёта, Багнера, Шиллера, Маркса, Битковина породить такое мечто? Нашим рабочим ничего не надо, кроме хлеба и зрелищ. У них нет идеалов! Он дал немцам немало зрелищ. Они увидели гастры, на которых плали книги. Они увидели обнищавшую, отничавшую Германию. Они увидели сотни тысяч солдатских в топ. Они увидели развалины Берлина, расплату за вагу. На минуту строгий порядок. Надо повесить на каждом фонаре по человеку, чтобы было светло. Хлеба народу он не дал. Он приказал солдатам добывать хлеб огнем. Он выпутал западную Европу и Балканы. Хлеб был сожжен. Тогда он пошел голодную орду на восток. Встрадам всех востока чернозёба. Мир спиктивов поселений на востоке чрезвычайно благоприятный. Вперед, Вослан! Вельмаршал фон Рейст. Вельмаршал фон Браухич. Вельмаршал фон Крюге. Вельмаршал фон Рейхенов. Вельмаршал фон Кейтев. Вельмаршал фон Маншней. Война против России будет полной рослой. В 70 дней я закончу поход на Россию. Вельмаршал фон Кейтев. Вельмаршал фон Кейтев. Вельмаршал фон Кейтев. Вельмаршал фон Кейтев. Верст, выхолоп Горький, другая половина будет отправлена в Нижний Новгород. Его учили не география, а вранью. Когда обманывают ребенка, обидно, но немцы не детки. Это вековозрастные детины с ленотипами и автоматами. Почему их обманывают? Потому что они хотят быть обманутыми. И фрейтор штампа записал в новинке. Вчера передавали по радио, что три миллиона русских окружены, и через неделю мы их всех перебьем. Может быть, в рот, во всяком случае, слушать приятно. Необходимо опуштать народ, отравленный львом толстым. Львом толстым. Мои дерзли выдержку! Он заменил науку родословной, он заменил любовь с лучкой, он заменил университет и концлагерями. Посмотрите, волчьи морды. На волчьих лапах кровь. В глазах волка виселицы волоколамска, а его шерсть пахнет гарью. Это сожженные города. Собрались десять ворчинов, еще такие вестили. Один сказал, что кепец врет, и осталось девять. Решили девять морщинов, теперь болтать мы бросим. Один там молча размышлят, и осталось восемь. Гуляли восемь морщинов, кругом лесная сеть. Один ручно записал, и осталось семь. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. Все морщинов зашли в кафе чего-нибудь поесть. Один сливился, вот бур двоих. Осталось шесть. Шесть морщинов шли на парад. Один хотел отстать, и вот заметил штурмовик. Осталось пять. Пять морщинов сидели раз у одного в квартире. Он в интенсивно заиграл, и их уже четыре. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Дошлись четыре морщинов, вдыхать о лучшем строе. И вообще-то вздох подслушал сына, и осталось трое. Три морщина бульваром шли при лесе два и два. Один в затылке почесал, и их осталось два. Два морщина берут в манькал, давай вон поглядим. Один устал читать, зыгнул их. Уже один. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ворчун в одну песню спел, его могли бы поэсить. Но лишь отправили в Дахау, да встретились все дни. Адольф решил, но им капуть не будут куралесить. Но ворчуные там и тут их милион раздесят. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я обожаю незабудки зеонючиной глазки. Однажды среди зеонючных глазок оказался увесистый камень. С тех пор цветочные подношения запрещены. Букеты преждевременные. ПЕСНЯ 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 Я хотел работать в области культуры и образования. Я хотел мира, а не войны. Я хотел посвятить себя цивилизаторской миссии. Вы не будете. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Без полис. Могу молчать, да. Ах, нет. Быть или не быть? Вот черт, вот. Что случилось? Какой калибр? Калибр мелковатый. А-а-а! Вот в чем вопрос! Генерал-лейтенант Карбышев был дверцем вверху в лагерь смерти Маунхауза. Татарский поэт Мусат Шалид был кознен гитлеровцами в Моавитской тюрьме. Чешский писатель Юлиус Кучик был кознен под Берлином в Плятвензе. Милый, почти нет надежды на то, что мы когда-нибудь пойдем вместе держать за руки. Часть жизни у меня уже отменен, когда он уничтожен и риги. Однако я не сдаюсь, не уступаю, не хочу допустить, чтобы иная часть погиб бесследно. Поэтому в минуты, которые я ворую смертью, я пишу. Без песни нет жизни, никак нет ее без солнца. А нам песня нужна вдвойне, ибо солнце к нам не показывается. Окна в камере 267 выходят на север. Мы жили для радости, за радость шли на бой, за ней умираем. Поэтому пусть слово жалость никогда не будет связано с нашими именами. Порой душа бывает так тверда, что поразить ее ничто не может. Пусть ветер смерти хладнее льда, он лепестков души не потревожит. Пускай мои минуты сочтены, пусть ждет мне палачевая эта могила. Я ко всему готов, но мне еще нужны бумага белая и черная чернила. Грозить не нужно мне, я ко всему готов, но смерть ее своей я вашу смерть приближу. И это яблони весной я не увижу, чтоб осенью не сняли вы с нее плодов. Враги предлагали мне перейти на службу в немецкую армию. Я выругал их за такую наглость и заявил, что Родина не торгую. Человек должен иметь цель в жизни и стремиться к ней прямо, не делая зигзаков. Я часто говорил моим товарищам, что нужно здесь в лагере заботиться о том, чтобы вернувшись домой, смогли смело смотреть в глаза жене, детям, своему народу. Занесение гестапо. Генерал Карбышев, кадрый офицер старой русской армии, человек, которого перевалилось за 60 лет, оказался насквозь зараженным большевистским духом, фанатически преданным идеей верности воинскому долгу и патриотизму. Карбышев можно считать безнадежным в смысле использования его у нас, в качестве специалиста военно-инженерного дела. Резолюция. Направить в лагерь Филоснбург на каторжные работы, не делать никаких скидок на звание и возраст. КОНЕЦ Артиллерийский обстрел района продолжается. Ленинград! Говорит город Ленина! Говорит Ленинград! Я говорю за всех, кто здесь погиб, в моих строках глухие их шаги, их жаркое и вечное дыхание. Я говорю за всех, кто здесь живет, кто проходил огонь и смерть и лед. Я говорю, как плоть твоя, народ по праву разделенного страданиям. Азербайджский обстрел района продолжает. Поэт Алексей Лебедев служил на Балтийском флоте. В ноябре 1942 года подводная лодка, на которой он служил штурманом, не вернулась до дания. Мы попрощаемся в Кронштадте, у зыбких шходин, а потом рвается к рейду серый катер, раскалывая ряд винтом. И если пенные объятия назад не пустят ни на чаш, и ты в конверте за печатью получишь весточку о нас. Не плачь, мы жили жизнью смелой, умели храбро умирать. Ты на штабной бумаге белой об этом сможешь прочитать. Азербайджский обстрел района продолжает. Говорит ли игра? Говорит ли игра? Азербайджский обстрел. Январь, 1942 год. Одинокая коморка. Одинокая женщина в коморке. Зинаида Епифановна Карякина. Слегла. Соседка по квартире зашла к ней в комнату и сказала. А ведь ты помираешь, Зинаида Епифановна. Умираю, сказала Карякина. И знаешь, Аннушка, чего мне больше всего хочется? Наверное, предсмертное мое желание последнее. Даже смешно. Так ужасно хочется сахарного песочку. Соседка молча посмотрела на нее и вышла. А через пять минут вернулась с маленьким стаканчиком сахарного песку. Ну, Зинаида Епифановна, раз уж такое твое последнее желание перед смертью, нельзя тебе отказывать. Это когда нам по шестьсот граммов давали, так и я сберегла. Зинаида Епифановна только глазами поблагодарила соседку и молча, с наслаждением, стала есть. Съела, закрыла глаза и сказала. Ну, вот, вроде и полегче на душе стало. И уснула. А утром проснулась и встала. Верно. Еле-еле ходила, но встала. А на другой день вечером раздался вдруг сильный стук в дверь. Кто там, спросила Корякина. Свои, ответил чужой голос. Свои, откройте. Она открыла. Перед ней стоял незнакомый летчик с пакетом в руках. Так, возьмите, сказал он и всунул пакет ей в руки. Да кто вы? Вам кого надо, товарищ? Вы к кому? Лицо у летчика было страшное. Говорил он с трудом. Вот, приехал тут к своим, а их уже никого. Я тут стучался в разные двери. Никто не отвечает. Наверное, тоже как мои. Вы вот открыли. Возьмите. Значит, ваше. А мне не надо, я на фронт. Огромное богатство свалилось в руки Зинаиды Ебехавны. Позвала она соседку, мальчика-сироту, старушку. И устроили они пир. Лепешки, суп, хлеб. Ну, Анна Яковлевна, я ведь не помру. Зря твой сахар съел. А чего ж ты извиняешься? Живи. Живи. Я, не другов смертью своей, не утешу, Чтоб в лживых слезах захлебнуться могли. Не вбитый еще крюк, на котором повешусь, Не скован, не выртрудой из земли. Я встану над жизнью своей бездарной, Над горем ее, над железной тоской. Я знаю о многом. Я помню. Я смею. Я тоже чего-нибудь страшного стоит. Мы предчувствовали полыхание этого трагического дня. Он на стол, вот жизнь моя, дыхание, родина. Возьми их у меня. Я и в этот день не позабыла. Горьких лет, гонения, Игла, но в слепящей вспышке поняла. Это не со мной. С тобою было. Это ты мужалась и ждала. Нет, я ничего не позабыла. Но была б мертва, осуждена. Встала бы на зов твой из могилы. Все б мы встали, а не я одна. Я люблю тебя, любовью новой, И прощающий, живой, родина моя В венце Терновом, с темной радугой над головой. Он настал, наш час. И что он значит? Только нам с тобою знать станет. Я люблю тебя. Я не могу иначе. Я и ты по-прежнему одна. Одни из тех лет. Что может враг разрушить и убить? И только-то я могу любить, А мне не счесть души моей богатства. А я затем хочу и буду жить, Чтоб все ее, Как дань людского братства, На жертвенник всемирный положить. Грозишь, грози, Свестишь, свести со всех сторон. Мы победили. Ты приговорен. Лиза, Пластм어요, Стоять миллион, Господин Foundation. Мы победили. Даже подсвучки, Во главной неделе. В это время, Во главной неделе. В это время, Миллион. Пластмая, Стоять миллион, Стоять миллион. Продолжение следует... 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 Я один... Продолжение следует... 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Быть знаменитым некрасиво, Не это поднимает ввысь. Не надо заводить архивы Над руками сметристи. Цель творчества — самоотдача, А не шумиха, не успех. Позорно ничего не знача Быть причиной у цару всех. Но надо жить без самозванства, Так жить, чтобы в конце концов Привлечь к себе любовь в пространство, Услышать будущий вазон. Другие по живому следу Пройдут твой путь до пятью пятен, Но пораженье от победы Ты сам не должен отличать И должен ни единой долькой Не отступаться от лица, Но быть живым, живым только, живым только. До конца. И. 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 ПЕСНЯ 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 Это был один из первых весенних дней. Утром в дверь моей комнаты постучали, и я увидел грустноглазого юношу-гимнастера. Здравствуйте. 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 Я вам почитаю все. Я приготовился к очередному испытанию. Кто тогда не писал стихов «Атака Гастелла-Партизада»? Когда на смерть идут, поют, А перед этим можно платить. Ведь самый страшный час в бою, Час ожидания атаки. Снег минами изрыт вокруг, И почернел от пыли минной Разрыв, и умирает друг, И, значит, смерть проходит мимо. Сейчас настанет мой черед, За мной одним идет охота. Будь проклят, сорок первый год, Ты вмерзшая в снега пехота. Мне кажется, что я магнит, Что я притягиваю мины. Разрыв! И лейтенант хрипит, И смерть опять проходит мимо. Но мы уже не в силах ждать, И нас ведет через траншеи Окоченевшая вражда, Штыком дырявящая шеи. Шеей бой был коротким, А потом глушили водку ледяную, И выковыривал ножом Из-под ногтей я кровь. На фронт пошли добровольцы. Да, я слышал, что вы приезжали Маклаки к Рогосовскому. Вот как раз там меня и ранили. Ну, конечно, до вашего приедем. Гудзенко показался мне поэтом С головы до ног. Подросткам еще не научившимся думать Вне поэзии. А он уже тогда писал В своей записной книжке. Вчера приезжал к нам Из-за Ивренбурга. Он почти как всякий поэт Полег от глуботных социальных корней. Я читал стихи Лудзенко всем. А Алексею Толстому, Сикулину, Петрову, Гроссману. Звонил в клуб писателей. Мне хотелось со всеми поделиться Нечаянной радостью. Стихи его напечатали. Кончилась война. Выживших демобилизовали. Я увидел Семена в пиджаке. Но в душе он все еще донашивал Старую, выленившую гимнастерой. У каждого поэта Есть провинция. Она ему ошибки и грехи. Все прежние обиды и провинности Прощает за правдивые стихи. И у меня Есть тоже неизменная На карту не внесенная Одна Суровая моя И откровенная Далекая провинция Война. Нас не нужно жалеть Ведь мы никого не жалели Мы пред нашим комбатом Как пред Господом Богом Чисты и на живых Порышели от крови глины шинели На могилах у мертвых Расцвели голубые цветы Расцвели и опали Проходит четвертая осень Наши матери плачут И ровесничцы молча Грустят Мы не знали любви Не изведали счастья ремесел Нам досталась на долю Нелегкая участь солдат У погодков моих Нет ни жен Ни стихов Ни покоя Только сила И юность А когда возвратимся В войны Все допишем сполна И напишем ровесник Такое Что отцами солдатами Будут гордиться Сыны Ну а кто Не вернется А кому-то любить Не придется Ну а кто В сорок первом Первою пулей Сражен Зарыдает Ровесница Мать на пороге Забьется У погодков моих Ни стихов Ни покоя Ни жен Нас Не нужно Жреть Ведь и мы Никого А мы Возвратимся С победой Все как черти Упрямы Как люди Живучи И злы Пусть нам Пиво Наварят И мясо Нажарят К обеду Чтоб на ножках Губовых Посуду ломились Столы Мы Поклонимся В ноги Родным И страдавшимся Людям Матерей Расцелуем И подруг Что дождались Любя Вот когда мы Вернемся И победу Штыками Добудем Все допишем Ровесник И работу Найдем Для себя Он умер 30 лет Отроду Он умер 30 лет Отроду 15 февраля 1953 года Было такое чувство Словно его Вдруг Через 10 лет Настиг Долетевший С войны От столы Война Наградила меня Дружбой Многих Отличных Людей Которых Я встречал На своем пути Гораздо Больше Чем Плохих Война Много И отняла У меня Список Потерь Надо было бы Начинать Именами Друзей Окончать Молодость По утра Был Ниже По утра Но такого Позабыть Нельзя Вечно Живы В памяти Ребята Фронтовые Кровные Друзья Я люблю И больше Всех На свете Потому что Вместе Нас Прожок Самый Горький И Сровый Ветер Ветер Отступающих Дорог Дорог Я Говорю Враждан Обращаться Вестам Обращаются Друзья И Дости Что Это Придут Постильки Вне Семь 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 Дорог Я Дорог 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 Я Дорог Я Дорог И Укрой Земля Отеялом Восемь И Цветат Ветер 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 И Цветат Выбор Он Большой Но Лучше Прийти С Пустым Руховом Чем Пустой Душой Его Зарыли В Шар Земной А Был Он Лишь Солдат Всего Друзья Солдат Простой Без Званий И Наград Давным-давно окончен бой, Руками всех друзей Положен парень в шар земной, Как будто вновь доверь. Про тебя мне шептали пусты, В белоснежных маях под массу. Я хочу, чтобы слышала ты, Как тоску на голос живой. Давайте после драки Помашем кулаками. И только пиво, раки, мы ели и лакали. Нет, назначались сроки, Готовились в бои, Готовились пророки, товарищи мои. Сейчас все это странно звучит, Все это глупо, В пяти соседних странах Зарыты наши группы. И мрамор лейтенантов, Фанерный монумент, Венчание тех талантов, Развязка тех легенд. За наши судьбы личные, За нашу славу общую, За груму, здравую, Отличную, Что мы искали осюмью, За то, что не испортили Ни песню мы, Ни стих. Давайте выпьем Мертвые В оздоровье Ширых. Отвечает Трелефон, Трелефон, Между нами, Семена и Семена, На тебя мы, На тихий, Трелефон, А на смерть, Четырех, Человек, Твой гармоний, Кровью, Ни на зло, Заглудавшее Счастье, Разбыты, Нет, Полом на земля, От этих лоб, От твоей Нерасимы любят, Нет, Холонцы, Темрадский Заглудавшее От твоей Нерасимы любят. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...